В Кизляре празднование Масленицы Воскресенья обернулось трагедией. Боевик расстрелял в упор из охотничьего ружья толпу людей, отмечавших прощенное воскресенье, в результате которого погибло пять человек. Еще несколько получили ранения. Сам преступник был убит ответным огнем правоохранителей. Православные верующие и мусульмане шокированы случившимся. Хасавюрт скорбит вместе с кизлярцами. Глава города Зен-Динакмаза выразил слова о скорби. С глубокой скорби и болью воспринял известие о страшной трагедии в городе Кизляр. От имени всех хасавюртовцев выражают соболезнования родным и близким погибших. Жители хасавюрта выражают свое негодование и возмущение произошедшим. Случившееся событие еще больше сплотит народ многонационального и многоконфессионального Дагестана против террористических актов и его проявлений. Представитель русской общины Геннадий Авраимов считает произошедшее провокацией, направленной против мирного сосуществования представителей разных религий в Дагестане. Не знаю даже, как назвать этот поступок, этого человека, который на это решился, это совершил, потому что в такой день, прощенное воскресенье, перед Великим постом пойти на это, какую цель он преследовал, что он хотел доказать кому, непонятно. Просто возмущение и негодование. По конфессиям, если смотреть людей, никто на это никогда не решался, чтобы в Дагестане пойти на такое, чтобы сотворить такое в такой день. Это если они преследовали цель разобщить дагестанский народ, если разъединить, как-то поссорить, внести междоусобицу, то они ошиблись. Такие провокации здесь не пройдут, потому что Дагестан всегда был единым, Дагестан всегда был сплоченным, Дагестан всегда был в одном звене, в одном кулаке. Это наоборот сплотит еще больше, я думаю, дагестанцев. Заместитель имама центральной мечети города Камильгерий Салгиреев со своей стороны осудил вооруженное нападение на людей, заявив, что совершенный чудовищный поступок не имеет ничего общего с религией ислам. Более того, отметил, что в исламе убийство одного человека равносильно уничтожению всего человечества, вне зависимости от конфессий и национальности. Когда это происходит в храме с женщинами, это просто не укладывается в рамки разума нормального человека. В хадисе пророк, саллиллаху алейху ассаляму, говорит, в хадисе кулцы от Всевышнего, если бы объединились все обитатели небес и земли в убийстве одного человека, то я бы их всех тоже в ад бросил бы. Дорогие братья и сестры, вы не представляете, насколько диким является это преступление. Это преступление направлено и против религии, и против человечества. Но мы должны знать, что против нас идет война, что это война, в которой нет пошады, и это нас должно еще раз побудить к сплоченности, к единству, зная, что враг хочет раскола, и чтобы мы в такой ситуации пали духом. Но, иншаллах, мы будем сплочены, мы не падем духом, мы не сдадимся перед силой зла. Во все времена Дагестан мирно сосуществовал с представителями иных культур и вероисповеданий. Этот бесчеловечный поступок направлен для того, чтобы посеять вражду между народами Северного Кавказа. Чего нельзя допустить, заявили жители на улицах Хасавюрта. Сейчас жизнь человека недопустима ни в каком регионе. Поскольку я знаю, такого никогда не было. Это ужасно, это большая трагедия. Это просто пропаганда, дураки там мутят, говорят, «О, убьете христианина, в рай попадете». Какой рай? Какой рай попадет? И наш Мухаммад, пророк, жил тоже, да, с христианами жил в мире и согласии. И мы будем жить. Весь Дагестан выражает соболезнование семьям погибших в этой трагедии. Отметив, что как бы ни други не пытались посеять вражду между мусульманами и христианами, случившееся еще большее сплотит народы, проживающие в республике. Бика Сулейманова, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».